Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем тему Tributive Nouns. И у нас будет ещё одно или два видео с примерами употребления Tributive Nouns. Как можно употреблять, как нежелательно употреблять, как обычно это употребляется. И вообще, есть ли какие-то рекомендации, что с этими существительными можно делать. Я специально написала несколько примеров, ну, скажем так, условно из реальной жизни. И вот первое у нас Work-Life Balance Management. Здесь мы столкнёмся с тем, что иногда трудно это переводить. Регулирование баланса между работой и жизнью. Можно, конечно, сказать Management, но как-то Management баланса не звучит совершенно. То есть мы сначала переводим регулирование, последнее слово, ибо это существительное, по большому счёту, главное существительное. А дальше мы перепрыгиваем на баланс, переводим вот это. А дальше нужно фантазировать, потому что Work-Life через дефис имеется в виду Between Working Life. Или что-нибудь в этом роде. Наверное, между это не самый лучший вариант. Наверное, баланса работы и жизни. Вот так вот. Но здесь могут быть и другие варианты. Тем не менее. Сначала мы переводим это, потом это, потом вот это. Теперь далее. Worldwide Coronavirus Crisis. Всё вроде бы понятно. Worldwide это что-то по всему миру. Иногда Worldwide пишут через дефис. Значит, далее коронавирус. Ну, ясно. И кризис. То есть, то ли мировой коронавирусный кризис, то ли кризис, вызванный коронавирусом во всём мире, то ли всемирный кризис из-за коронавируса. Как лучше переводить? И так, и так будет прекрасно. Здесь нам повезло просто с выражением. Оно такое, ну, как сказать, с какой стороны его не переводи, везде будет правильно. Это немножко необычно, потому что мы помним, что слово «кризис» у нас главное. И с него как бы надо начинать. И так и можно. Можно с него начать и сказать, что кризис во всём мире вызванный коронавирусом. Или кризис, вызванный коронавирусом во всём мире. Или даже я могу сказать мировой кризис, вызванный коронавирусом. Здесь слово «вызванный» нет и «близко», но мне его нужно поставить, потому что иначе что такое «coronavirus crisis»? Ну не кризис же, а коронавируса в самом деле. Теперь далее. Отдельный вопрос или отдельный, ну что ли, момент в использовании существительных в роли прилагательных, это тогда, когда у нас попадаются названия организаций. Не важно, какая организация, может быть какая-то солидная, может быть какая-то маленькая, не важно. Вот ее так назвали, и в этой организации будет место, где она находится, ее назначение, ее там, возможно, основатель, фамилия его будет стоять, еще там чего-нибудь, потом еще нужно уточнить, что это, собственно говоря, то есть это объединение, комитет, профсоюз, лаборатория, университет. Это все нужно впихнуть в название, и поэтому очень часто названия каких-либо учреждений, организаций или еще чего-нибудь, они очень громоздкие, и в них включается целая куча слов. Ну вот перед нами Cambridge University AI Research Lab. Значит, что у нас получается? Первое, на что мне нужно обратить внимание, последнее слово «lab», то есть это «laboratory». Здесь «lab» я уже сократила, потому что «laboratory» уже слишком будет длинно, то есть это «лаборатория». Ясно, значит, речь идет о лаборатории. Далее слово «research». Я буду идти справа налево. «Research» — это исследование, то есть какая-то исследовательская лаборатория, по всей видимости. Далее какая-то непонятная аббревиатура AI. Это что такое? AI — это Artificial Intelligence, то есть здесь как матрешка. В одном слове у нас еще два слова, то есть нужно знать, что это такое, потому что я могу говорить это аббревиатурой, но могу говорить и полностью. То есть искусственный интеллект. Это вот это AI. То есть Cambridge University Artificial Intelligence Research Lab. Ну, ради бога, так тоже можно. То есть у меня исследовательская лаборатория. По-видимому, исследуют искусственный интеллект, то есть по искусственному интеллекту. Или по исследованию искусственного интеллекта. Почему бы и нет? Это тоже так можно понимать. А далее Cambridge University. Ну, здесь проще. Здесь явно место, где она находится, или может быть ее принадлежность. То есть это лаборатория, которая, ну, аффилирована, наверное, с Кембриджским университетом, или является частью, подразделением Кембриджского университета. А может просто находится в Кембриджском университете, мы не знаем. Поэтому мы будем переводить так. Лаборатория по исследованию искусственного интеллекта Кембриджского университета. Здесь каких-то единых правил, с чего начинать, нет. Но нужно всегда помнить, что главное слово всегда стоит последним. То есть это, собственно, что. А все остальное, как мы прицепим уже, это уже наше личное дело. Возникает тогда другой вопрос. А есть ли у меня такое громоздкое название? А нельзя ли мне как-то его иначе сказать? Ну, можно, наверное, сказать, что AI Research Lab in Cambridge University. Ну, если она физически там находится, допустим. Или of Cambridge University. То есть кого-чего Кембриджскому университету принадлежит она ему. Ну, мало ли. Можно ли так? Да, конечно, можно. И у меня может быть вот такой вариант. AI Research Lab. Дальше я ставлю in Cambridge. Но это при условии, если я точно знаю, что она в Кембриджском университете находится. Может, она находится в другом месте, но принадлежит Кембриджу. Вот поэтому, если я просто описываю какое-то место, и вот мне надо его как-то назвать, если угодно. Это одно дело. А если это собственное название, тогда, конечно, так нельзя делать. И менять ничего нельзя. Нужно оставить вот все как есть. Да, это громоздко, но ничего не поделаешь. Люди так назвали, это дает нам точность. Ну, и вишенка на торте, это, наверное, последнее. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. То есть, организация по образованию, науке и культуре объединенных наций. И я готова поспорить на что угодно, что мы все знаем это название, каким бы страшным оно ни казалось, на самом деле, это аббревиатура UNESCO. Вот для чего делаются аббревиатуры. Для того, чтобы не писать и не выговаривать вот этот вот ужас этот весь. С другой стороны, мы можем сделать еще, например, такой фокус и сказать UNESCO World Heritage Site. То есть, место, которое занесено в культурное наследие UNESCO. Вот это вот сайт, это имеется в виду место. Это по большому счету слово place или object. Но принято считать сайт, потому что обычно это какая-то достопримечательность. Далее World Heritage, культурное наследие. И далее UNESCO. Зачем здесь UNESCO? А потому что только UNESCO вносит объект в список культурного наследия мира. Поэтому вот такой вот можно пируэт делать. Мало того, что у нас страшная аббревиатура, которая состоит из четырех, шести, ну шести без end, шесть слов. Да плюс еще два слова дополнительно. И это все отвечает на вопрос какой. Ну допустим, это ладно, название организации можно всегда посмотреть в интернете и узнать, как они могут складываться в аббревиатуры или не могут. Ну если ничего нельзя изменить, нужно смириться с тем, что вот название может быть очень длинным и страшным. Но есть другая проблема. Если мы вернемся и посмотрим на World Wide Coronavirus Crisis и посмотрим на перевод «Мировой кризис, вызванный коронавирусом» или «Мировой коронавирусный кризис», если кому больше так нравится, стоит задуматься над такой вещью. Что если бы мы показали это выражение человеку в 2016 году и попросили бы его перевести или хотя бы объяснить, что он в этом видит? World Wide Coronavirus Crisis. Человек еще не знает, что будет кризис, будет коронавирус, будет эпидемия и все такое. Но он знает слово «crisis», он знает слово «worldwide», ну и какой-то вирус там по-диву означает такое. Значит, скорее всего будет так, кризис, какой-то вирусный кризис по всему миру. Ну в целом он не так уж не прав. Но тем не менее переводить это и вообще понимать это человеку будет труднее, чем нам. Почему? Потому что мы живем в этой реальности и мы привыкли уже к этому штампу. Он очень расхожий, он очень популярный, мы его все слышали, мы не задумываемся, почему именно так слова стоят. Это же выражение можно было бы в английском варианте написать вот так. A worldwide crisis, здесь «э» можно спокойно поставить. А далее «coast», вызванный. By, я поставлю еще с «дэ», потому что коронавирусов много, а у нас имеется в виду какой-то конкретный, который, собственно, вызвал эпидемию. By the coronavirus. Вот таким вот образом. И у нас получается выражение почти вдвое длиннее, чем то, что worldwide coronavirus crisis. Можно ли говорить вот так, как здесь красным написано? Да, конечно, можно, не проблема. Но большинство людей сочтет это слишком длинно и слишком заумно. И вообще слишком долго это все писать и говорить. Поэтому мы имеем worldwide coronavirus crisis. Три слова вместо как минимум пяти, а то и всех шести. То есть из этого мораль. Существительные в роли прилагательных очень часто упрощают жизнь. Они позволяют делать предложение короче. Они позволяют делать его, ну, если угодно, более таким телеграфным стилем написанным. Но при этом нужно знать определенные вещи. Нужно, во-первых, понимать контекст. Если мы в курсе, мы все поймем. Нужно понимать, почему слова стоят именно так. То есть, что за ними прячется какой-то оборот. Или же потенциально здесь могут быть еще какие-то слова дополнительно. Но их не поставили, потому что, ну, все все понимают. То есть это такое довольно-таки шкурное дело. Если я имею много практики использования вот такого рода вещей, тогда у меня, конечно, проблемы не будет. Но если я новичок в этих делах, и я вот посмотрела на выражение, и никак не могу понять, действительно, очень трудно иногда понять, почему именно так слова стоят, и как это переводить, и как вообще это понимать. Теперь возьмем еще один пример, который более часто встречается, чем всякие там ЮНЕСКО и Кэмбридж Лаборатари. Это пример с так называемым научным стилем. То есть, когда у меня Scientific Writing или Technical Writing. И сейчас я постараюсь продемонстрировать, что бывает, если бездумно и безответственно использовать существительные в роли прилагательных. Особенно для аудитории, которые, ну, не эксперты в какой-то сфере, и могут не совсем ориентироваться, о чем идет речь. Ну, вот скажем такое. Context differentiation. Ну, подумаешь два слова. Ну, давайте посмотрим, что мы имеем. Ну, слово context ясно. Это какой-то контекст. Что такое differentiation? Ну, это явно от слова difference чего-то. Difference – это разница. Учитывая то, что у нас существительное последнее должно стоять. Значит, да, здесь ТИОН явно существительное, но все равно оно какое-то дикое. А потому что оно происходит не от difference, а от differentiate, то есть делать разницу. То есть я как минимум должна знать, что у меня вот такая вот цепочка словообразования происходит. Видеть разницу, делать разницу, усматривать разницу. Ну, я напишу видеть, почему бы и нет. Но могут быть и другие варианты. То есть получается как бы образование или видение разницы, и дальше не совсем понятно. То ли в контексте, то ли между контекстами, то ли в одном контексте, то ли контекста разница по сравнению с чем-то там еще. В общем, одни сплошные знаки вопроса. О чем идет речь? Мы не знаем, о чем идет речь. Из вот этого выражения непонятно, о чем идет речь. Что сделать, чтобы было понятно? Здесь, скорее всего, идет речь, что нужно усматривать разницу между контекстами. То есть у нас может быть два разных контекста. Возможно, одна и та же фраза, но два разных контекста, и вот должен быть differentiation. Поэтому будет правильнее сказать вот это все. Вот так. Дальше я поставлю between, а далее я поставлю context во множественном числе. И у нас все становится понятно. С другой стороны кто-то скажет, а ведь существительное в роли прилагательное может и во множественном стоять. Никакой проблемы. Ну да, я поставлю context differentiation. Усматривание разницы контекстов. Или контекстная разница, или что. Опять ничего не понятно. С меня не спасает. А вот если я поставлю быть вынь, тогда у меня все становится на места. И тогда мне более-менее понятно, хоть что это вообще, о чем мы говорим. Из этого мораль. Далеко не всегда выкидывание предлогов и избегание употребления предлогов это влияет благотворно на письмо, на речь там и все такое. Возьмем еще один перл. И скажем вот такое. Я не сама это придумала. Это пример из учебника по стилистике. Итак, что мы имеем? Ну понятно, cup это чашка. Здесь это просто чашка. Ничего особенного. Последнее слово, значит, главное. Далее у нас containing. Что за containing? Ничего не понятно. Ладно, я знаю слово tea. Это уже определенно чай. Значит, что-то чай, контейн это содержать вообще, иметь в себе. То есть, ну получается, что чашка, содержащая в себе чай вроде бы. Или же чашка с чаем. Ну вот чашка чая будет звучать понятнее. Но если мы напишем чашка чая вот так, ну технически это правильно. Но с точки зрения стилистики и здравого смысла это, ну капец просто как сложно. Поэтому гораздо более по-человечески будет сказать и cup of tea. Да, это очень разговорно и очень просто. Но зато это понятно. И да, у меня опять нарисовался предлог. Вот как здесь совсем. Тоже предлог. То есть, да, вот эта проблема лечится предлогами. И, скажем так, рассредотачиваем в нем вот этой куче существительных перед основным существительным и после основного существительного. Я могла бы здесь еще добавить a big tea-containing cup или там a Chinese tea-containing cup и получить a Chinese cup of tea в моем более приемлемом варианте. Но, тем не менее, a tea-containing cup, если мы скажем, ну да, опять же, вроде как и придраться не к чему. Все правильно стоит. И слова стоят правильно по смыслу. И красиво вроде так изящно выглядит. Ну это совершенно неприемлемо. И нормальные люди так не говорят и не пишут. То есть, вот к чему приводит бесконтрольное и абсолютно безответственное употребление существительных в роли прилагательных. Далеко не всегда это решение проблемы. Иногда это вызывает еще большие проблемы, чем если бы мы писали там вот как a worldwide crisis caused by the coronavirus или что-нибудь такое. Ну окей. Возможно, кто-то из нас посмотрит на все эти примеры и скажет, ну я не занимаюсь научным каким-то письмом. Меня не грозят все эти context differentiations. И уж тем более мне не грозит work-life balance management какой-то. Я такое не читаю и не пишу. Ну а название организации в интернете можно посмотреть. Ума для этого много не надо. Тогда как в реальной жизни вообще используются существительные в роли прилагательных и если какие-то рекомендации, что можно, что нельзя. Считается оптимальным вариантом, если в качестве прилагательных у меня стоит два существительных, но максимум три, не более того. Все, что больше, это перебор и от этого надо избавляться. Возьмем реальный пример из реальной жизни, кусок газетной статьи и посмотрим, сколько существительных в роли прилагательных мы найдем на одной странице. Ну вот я выдрала первую попавшуюся статью, сейчас неважно даже о чем она, я не собираюсь ее переводить. Мне просто интересно посмотреть, сколько я найду существительных в роли прилагательных. Ну вот пойдем и первое. Инвестигейшн – это главное слово. Расследование по федеральным налогам или федеральное расследование по налогам. Ну здесь речь идет о сыне Джона Байдена. Обращаем внимание. Интю хейс сэн. Расследование по кому? По его сыну. Можно ли было хейс сэн поставить спереди и сказать хейс сэн федерал тэкс инвестигейшн? Ну в общем, теоретически можно, но это... Очень сильно затрудняет понимание. Что значит? Это то ли сын проводит расследование, то ли над сыном проводится расследование. Ничего не понятно. Поэтому вот здесь поставили предлоги, чтобы все было ясно. Далее, вот еще. No win situation. Ситуация без выигрышных вариантов, скажем так. Далее. President Trump's Justice Department. Ну, President Trump's, допустим, ладно, это притяжательная форма. Это несуществительная в роли прилагательного. Но Justice Department, Министерство юстиции или Департамент юстиции. Вот нам, пожалуйста, название организации, два слова. Далее, вот интересный финт. A measure of autonomy for law enforcement. Значит, мера автономии для правоохранительных органов. Можно ли было сказать autonomy measure? Ну да, конечно, можно было бы сделать. А можно ли было бы сказать law enforcement autonomy measure? Ну, тоже можно сказать, но мы теряем очень много. Непонятно, что имеется в виду. То ли мера, значит, автономии для правоохранительных органов, то ли мера устанавливаемая правоохранительными органами для чьей-то автономии или для своей собственной. Не очень понятно. Поэтому вот используются предлоги, чтобы не запутаться. Далее. Attorney General. Генпрокурор. Обращаем внимание, что здесь нарушен порядок слов. У нас главное вот это. Attorney. Вот это прокурор. И это слово старое очень. И раньше было принято так делать. Но тем не менее, когда мы говорим, мы переводим сначала General, потом уже Attorney. Едем дальше. Что я еще здесь вижу? Вот еще. Cabinet Members. Там еще Hiss стоит, но Hiss нас не интересует. Члены кабинета. Вот всего одно существительное в роли прилагательного. Далее. National Security Advisor. Ну, National это вообще прилагательное, поэтому его можно рассматривать как в куче Security, как одно целое. То есть, советник по национальной безопасности. Вот опять же. Одно существительное, связанное с прилагательным, и оно характеризует другое существительное. Да, там еще стоит Hiss. Но это такое. Оно могло и не стоять. Далее вот это интересное. A tool of the President. Инструмент президента. Ну, и речь идет о департаменте юстиции, опять же. Но нам сейчас это не важно. Можно ли сказать President Tool? Президентский инструмент? Ну да, можно, конечно, это сказать, но это будет полная ахинея. И что это такое? Это как? Это tool, принадлежащий президенту? Или, может быть, это какой-то особенный инструмент? Или вообще, о чем идет речь? Ничего не понятно. Поэтому у нас есть первое, контекст, и второе, у нас стоит предлог. Так гораздо легче понять, о чем идет речь. Если посмотреть дальше, я уверена, что здесь еще чего-нибудь можно такое отыскать, интересное. Но, опять же, это абсолютно взятая на вскидку текст, абсолютно не просмотренный мною до этого. Вот, ну что мы нашли? Ну, то есть, да, есть, конечно, существительные в роли прилагательных, но их не так уж много. И, опять же, почему? Потому что считается дурным тоном ставить большое количество существительных в роли прилагательных. Но, тем не менее, люди используют такой прием, и он очень популярный. Почему? Просто очень составлять фразу. И поэтому проблемы, как бы, от автора переносятся на его аудиторию. Мол, пусть аудитория сама разбирается, что имелось в виду. Поэтому я сделаю еще одно продолжение, где возьму технический текст, какой-нибудь, что-нибудь очень такое специфическое, и посмотрим разницу между обычным текстом и каким-то специализированным. И, возможно, мы увидим разницу, а, возможно, этой разницы особо и не будет видно. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео, равно как и ссылка на статью, которую я здесь привожу, равно как и ссылка на все предыдущие, весь плейлист по прилагательным. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.